Эти сосиски любят все и взрослые дети, и кто на диетическом питании, и кто не ест свинину, потому что они сделаны из куриного мяса. Невероятно нежные, очень сочные и ароматные. Настоящие домашние сосиски из куриного мяса без свинины. Ну что, приступим? Итак, нам потребуется, конечно же, куриное мясо. Я купила курицу, разделала ее, Костя отправила вариться на бульон, а мясо прокрутила на мелкой решетке мясорубки. Вместе с мясом прокручу куриную кожицу. Ее мы не выбрасываем. Она необходимый компонент для наших сосисек. Только надо ее немножко подморозить, так она легче прокрутится через мелкую решетку мясорубки. Температура фарша не должна превышать 10 градусов. Для таких сосисек нам потребуется оболочка. Я взяла свиные черева, которые предварительно замочу в воде комнатной температуры. Вот такой фарш у нас получился. Будем готовить посолочную смесь. Посолочная смесь будет состоять из нитритной поваренной соли и специи. Нитритную соль для таких сосисек можно не применять. Можно взять обычную поваренную соль. Но я взяла 10 грамм нитритной соли и 10 грамм поваренной соли на килограмм фарша и специи. Готовые специи у меня приправа для молочных сосисек. Если у вас нет готовых специй, возьмите свои любимые специи. Черный перец, сушеный чеснок, красный перец. Все, что вы любите. Начинаем вымешивать фарш. В фарш я добавлю ледяной воды. 100 грамм на килограмм фарша. Сначала буду вымешивать руками. Добавлю специи. А затем буду вымешивать блендером или с помощью комбайна. Напоминаю, что обязательно соблюдать температуру фарша. Если вы чувствуете, что фарш ваш немножко потеплел, поставьте его в морозилку, чтобы он охладился не выше 10 градусов. У нас должна получиться вот такая эмульсия. Тянучая, липкая, прилипающая к рукам. Эту эмульсию закладываю в шприц. Если у вас нет шприца, вы можете сделать сосиски с помощью специальной насадки на мясорубку. Конечно, с помощью шприца это делать намного удобнее. Вот такие у меня получилась сначала большая колбаска, которую я потом разделю на такие небольшие колбаски-сосиски. И еще у меня есть такая оболочка сосисичная. Она немножко меньше в диаметре. Я ее предварительно замочу и тоже буду набивать нашим фаршем. Будет немножко другая форма сосисек. Это обычно такую форму любят мои внуки. Вот таким образом сейчас набью и тоже из длинной колбаски сделаю небольшие вот такие сосисечки. Перекручу их и получаются у нас сосиски. Сосиски в оболочке свиные черева можно жарить на мангале, костре, в духовке. А сосиски вот в этой оболочке, их можно только отваривать. Эти сосиски можно есть сразу отварить или заморозить в морозилке.